Евро не подает признаков жизни, фунт готовится к коррекции. Несмотря на обильную повестку дня, фокус трейдеров удерживается на решении ФРС по ставке. Пара евро-доллар – третий день в боковике, что неудивительно. Впереди первое за 9 лет смягчение политики в США, и к этому нужно подготовиться. Лишние движения здесь ни к чему. Под занавес вчерашней сессии котировки остановились на уровне 1.1155. Сегодня основная пара продолжает консолидироваться вблизи этой отметки. Ожидаемое снижение ставки на четверть пункта, вероятно, вызовет краткосрочный разворот курса евро вверх. Пока ясно одно – реакция на новость о ставке будет эмоциональной. Между тем еврозона продолжает публиковать преимущественно слабые данные. Инфляция в регионе замедлилась в июле и не дотянула до прогноза рынков. Экономика расширилась на 1,1% в годовом выражении. Показатель хуже предыдущего, но лучше ожиданий экспертов, которые предполагали увидеть подъем на 1%. По мнению участников рынка, замедление роста европейской экономики может стать очередным аргументом в пользу введения новых стимулирующих мер со стороны ЕЦБ. Британская валюта в июле подешевела на 4,3%. За последние несколько сессий она потеряла 400 пунктов, но пока не исчерпала весь свой потенциал снижения. Ближайшая цель – 1,20. Впрочем, сегодня в паре фунт-доллар наблюдаются некоторые положительные сдвиги. Котировки поднялись до отметки 1,2169. Вряд ли это движение будет продолжено, так как проблем у стерлинга меньше не стало. Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон занял четкую позицию относительно выхода страны из ЕЦБ. Брэкзит состоится независимо от того, будет заключена сделка или нет. Золото отыграло почти все потери, полученные по результатам заседания ЕЦБ. Унция драгметалла оценивается на данный момент в 1431 доллар. Теперь трейдеры ждут вердикта ФРС. Реакция рынка во многом будет зависеть от текста заявления Комитета по операциям на открытых рынках и от комментариев Джерома Пауэлла, поскольку сомнений в снижении ставок у трейдеров больше нет.